На этой неделе стало известно, что земельный участок, на котором располагался торговый центр «Адмирал» в Казани, да, вот этот, выставлен на продажу за 790 миллионов рублей. Три недели назад исполнилось ровно три года с момента трагедии. Тогда в торговом центре в огне пожара погибли 19 человек. О том, что здесь был торговый центр, напоминает, пожалуй, лишь вот этот обгоревший каркас. А теперь о совпадениях. Торговый центр «Адмирал» также был открыт в реконструированном здании, но завода «Серп и Молот», владелец, также российский миллиардер. Возникает вопрос, почему урок, преподнесенный жизнью, не был усвоен. И трагедия почти один в один повторилась в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В Казани, как и в Кемерово, понадобилось около 8 часов для того, чтобы ликвидировать открытое горение. И в Казани, и в Кемерово более 70 пострадавших. И в Казани, и в Кемерово пожар начался в пристройке. В Казани уже установлено, это был человеческий фактор. В Кемерово причины выясняются. Примечателен и тот факт, что пожар в двух городах произошел в первом часу дня по московскому времени, с разницей в три года. Среда около часа дня, ничто не предвещало беды. На первых этажах в кафешках сидели посетители, ходили покупатели, выбирали товар. И тут сигнал – пожар. Разница лишь в том, что в «Адмирале» не было детской зоны. Поху берег, погибших детей нет. Но среди жертв – 9 иностранных граждан. И в Казани, и в Кемерово возбуждены уголовные дела. В Казани на скамье подсудимых оказались 12 человек. В Кемерово в рамках уголовного дела уже предъявлены обвинения и арестованы 7 фигурантов. Хочу подчеркнуть еще одну деталь. В 2015 году представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что официально торговый центр «Адмирал» не был введен в эксплуатацию. То же мы услышали от Следственного комитета в пятницу, но уже по зимней вишне.